Добрый день, в эфире телеканала НТС Новости в студии Елена Яковлева. Уголовные дела против Омурбека Бабанова были политическим заказом. Такой вывод следует из вчерашнего интервью Алмазбека Атамбаева. Экс-президент признал, что оба уголовных дела против Бабанова были возбуждены необоснованно. Речь идет об обвинениях в разжигании межнациональной розни, намерении захвата власти и приготовлении к массовым беспорядкам. Атамбаев уверяет, что еще в январе настаивал на закрытии уголовных дел против Бабанова. Бывший президент сказал, что ему сейчас неудобно за все это. Рассказывая о своих разговорах с главой ГКНБ и генпрокурором, Атамбаев по сути признал, что влиял на ход расследования дел против Омурбека Бабанова. На президентских выборах второе место занял Омурбек Бабанов. Немного, немало он набрал более 500 тысяч голосов. Но после выборов на него было возбуждено уголовное дело. Он был вынужден уехать в Россию. Что вы можете сказать по этому поводу? Слова Омурбека Бабанова в Онадыре, откровенно говоря, возмутили немало кыргызов. Но если посмотреть без эмоций, дело было возбуждено по результатам первой экспертизы, на основании которой говорилось, что было возбуждение межнациональной розни. Но на последующих экспертизах было признано, что ничего этого не было. Эксперты заключили, что слова были сказаны под влиянием эмоций. К тому же Бабанов на деле показал, что он не собирался разжигать межнациональную рознь, вредить единству Кыргызстана. Если бы у него были такие намерения, все это он устроил бы после выборов. Он своим поступком доказал, что единство Кыргызстана для него свято. Ради мира и единства он ушел из политики, сдал свой депутатский мандат. Кроме этого, ведь было возбуждено еще одно дело, связанное с Канатом Исаевым, которого подозревали в том, что он раздавал деньги, готовил беспорядки. Говорили, что в этом деле есть след Бабанова. Но в деле Каната Исаева никаких следов Бабанова не нашли. Никакой связи не было. Возможно, Канат Исаев сам что-то там делал. Но сейчас Канат Исаев находится в парламенте. По-моему, сейчас у власти к нему нет никаких претензий. Все это я увидел еще в декабре. И уже тогда я сказал новому президенту Сорунбая Джейнбекову. Вот Бабанов пошел на такие шаги. И в январе я тоже говорил. Вот он отказался от депутатства. Есть заключение экспертизы. Поэтому надо закрыть эти уголовные дела. Все это я говорил новому президенту Сорунбая Джейнбекову. Он был согласен с этим. Скажу больше, да простит меня Бог. Когда я уже не был президентом, через пару месяцев, в феврале, в марте, я один-два раза приглашал к себе генерального прокурора Индиру Джолдубаеву, председателя Госкомитета национальной безопасности Абдиля Сегизбаева. Я говорил им, что был же разговор. Дела на Бабанова должны быть закрыты. Что происходит? Но я одного тогда не понял. Президентом был уже другой. Они приходили только из-за уважения ко мне. Кивали головой. Команду давал уже другой президент. Я доверчивый человек. Есть даже свидетель. В марте пришел Руслан Казахбаев. Он приходил ко мне много раз. Говорил так, мол, и так. Вот результаты экспертизы. И к делу Каната Исаева Бабанов не имеет отношения. И так далее. В присутствии Руслана Казахбаева я звонил Абдилю Сегизбаеву и говорил ему. Абдиль, был же разговор. В деле Бабанова ничего нет. Есть заключение экспертизы. Дело надо закрыть. Сегизбаев сказал. Байке, решение вопроса немного затягивается. Я сказал тогда. Ты хоть прими Руслана. Успокой его. После этого Руслан Казахбаев пошел к Абдилю. Этот факт не смогут отрицать ни Руслан, ни Абдиль. Уголовные дела на Бабанова должны быть закрыты. Бабанову, наоборот, надо сказать спасибо. Больше года прошло. Он ведь ни на словах, ни тем более своими делами ничего не сделал против единства и мира в стране. Наоборот, он оказался обманутым, поверив моим словам, словам Сорунбая Джейенбекова. Поэтому, честно говоря, мне за это неудобно. Сорунбая Джейенбекова Глава столичного муниципалитета предложил вновь создать единую городскую налоговую службу. Во время одного из заседаний, на котором в том числе обсуждались и налоговые сборы, городоначальник возмустился, что ему приходится складывать данные всех четырех районов, которые представляет начальник каждого из них отдельно. По словам Азиза Суракматова, цифры у каждого районного налогового управления разные. Какой-то собирает лучше, какой-то хуже, но единой политики в этом вопросе нет. А ведь именно столица собирает около 60% всех налогов. В этой связи в ближайшее время надо рассмотреть вопрос о фоссоздании городской налоговой службы на базе существующих управлений, заключил городоначальник. Деятельность частных клиник будет регулировать специальный закон. Депутаты уже вынесли его на общественное обсуждение. Так закон определит, как должно проходить лицензирование. Перечислит виды частной медицинской деятельности, подлежащей лицензированию, а также условия, при которых будут лицензии приостанавливаться или аннулироваться. Разработать этот документ, говорят авторы, необходимо из-за того, что нынешнее законодательство не содержит достаточных мер воздействия на лицензиата. Вследствие чего Минздрав не может сразу приостановить, закрыть или аннулировать лицензию частных медицинских организаций или аптек, которые допустили грубые нарушения, приведшие к смертельным исходам. Согласно данным Республиканского медико-информационного центра, в частных клиниках количество смертельных случаев увеличилось. За год регистрируется до 9 погибших. Наблюдается рост случаев ВИЧ-спида и гепатитов С, Е и В, а также других осложнений. Промышляли разбоем, нападали на гражданы, отбирали их имущество. Двое несовершеннолетних задержаны правоохранителями Джайльского района. На днях в милицию с заявлением обратились подростки, которых ограбили четверо неизвестных. Применив силу, зломышники отобрали у них сотовые телефоны и другие ценные вещи. Милиционерам удалось установить личности грабителей и задержать двоих. А после, в ходе расследования, оказалось, что арестованные, также несовершеннолетние и причастны к другому нападению. Ранее в городе Карабалтау 51-летнего мужчины, неизвестный угрожая ему расправой, также отобрали телефон. По двум этим случаям возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж». Один из задержанных в ВВС, другой под домашним арестом. В данное время проверяется их причастность и к другим ограблениям. На этом у нас пока все. Смотрите наши последующие выпуски новостей. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!